Итак, все, что я сейчас проговорил, было надстройкой. Надстройкой, верхним пониманием того, что такое система бизнес-драйв. Мы проговорили опорные принципы, мы проговорили опорные тезисы, мы рассмотрели, почему имеет смысл пользоваться системой, мы дали определение системе в разных понятиях. Ну и теперь, собственно говоря, как непосредственным образом сделать это на предприятии? Ну и сейчас много хороших мыслей и идей. И сейчас больше важнее вопрос становится не то, не вопрос что, а вопрос как сделать. Потому что что, или идеи, или мысли, они опять же и в изобилии присутствуют. И в интернете, и везде, и в мире. Как загнать слона на дерево. Как загнать слона на дерево. И чтобы перейти к этому вопросу, давайте рассмотрим, как устроен человек. Человек устроен. Есть много разных систем, объясняющих, как он устроен. Но мне нравится коучинговая система, которую предлагает Мэрлин Аткинсон. И это четыре категории человека. То есть первое, у человека есть намерение. Второе, это физическое. Физическое или результат. То есть результат, это то, что можно пощупать, потрогать. Физическое. Третья категория человека, это социальное. Это наше взаимоотношение с другими людьми. Наше взаимодействие с другими людьми. И четвертое, это духовное. Или также можно сказать, что намерение, это я. Это мое отношение к внешнему миру. Это все то, что я внутри себя проявляю к внешнему миру и к моему будущему. Это мое намерение. Мои цели. Физическое, это результат. Это что бы я ни делал, любая деятельность, что бы я ни делал, не делал, в конечном итоге приводит к результату. К какому-то результату, который можно пощупать, потрогать, увидеть, осознать. Социальное, это мы. И здесь вот как раз я, мы. Физическое, духовное. И духовное, здесь подразумевается смысл. Или смысл, это наследие. Что я оставлю после себя. Что я оставлю после себя. Что я делаю для других. И в этом смысле вот эта область, это духовное и смысл. И коучинг говорит, мы позже будем говорить о коучинге, что это такое. Но сейчас я немножко так сошлюсь на него. Говорит о том, что человек развивается в четырех направлениях. И полное развитие или ощущение полноты возникает, когда в каком-либо проекте присутствуют все четыре составляющие. То есть есть намерение, была цель, я чего-то хочу, двигаюсь по направлению к чему-то. Есть физический результат, я делал это, и я могу пощупать, потрогать, увидеть, что я сделал. Я взаимодействовал с другими людьми, пока шел и делал. И то, что я сделал, было востребовано для других людей. Есть кто-то, кто может сказать мне за это спасибо. И система бизнес-драйв опирается на вот эти четыре базовых направления человека. И намерение «я», там, где у нас категория намерения «я», эта система дает возможность творить, делать, изобретать, ставить цели, двигаться к ним, создавать и видеть результат своего труда, командно взаимодействовать, социальные мы, и духовный смысл — видеть, как результат твоей работы востребован для других людей. Продолжение следует...